Друзья, всех приветствую на заключительной торговой сессии этой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых, фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш канал Амаркет, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Также напоминаю, что в описании к этому ролику вы всегда можете найти ссылку на наш официальный телеграм-канал Амаркет с торговыми идеями, в котором на ежедневной основе и сегодняшний день, не будет исключением, мы постим большое количество контента, информации, конкретных торговых идей вам, безусловно, в помощь. Друзья, сегодня мы наконец-таки дождались вот этого важнейшего релиза. Я бы не стал говорить, что прям за несколько месяцев и больше. Все-таки важнейшего релиза этой недели, потому что сегодня на повестке экономического календаря Non-Farm Perils, отчет по состоянию американского рынка труда. Этот релиз имеет большое значение для участников рынка, потому что он имеет большое значение для Федрезерва в вопросе по повышению процентной ставки и ужесточению монетарной политики. Конечно же, первоочередная роль, которая, фактор влияющего на решение Федрезерва, это все-таки инфляция. Но вот дальше идет рынок труда. Конечно же, сегодня мы увидим всплеск волатильности, мощное движение по финансовым инструментам, активам. Я призываю вас заранее быть готовыми к этой волатильности. Контролируйте риски, следите за загрузкой ваших депозитов. И по совокупности всех сделок я не рекомендую использовать еще больше, чем 1 к 10. И индекс доллара сейчас котируется в районе 105,73. Если вы следите за моим аналитическим творчеством, вы знаете, что я очень давно по быче смотрю уже в отношении доллара. И схожу из долгосрока и рекомендую всем все-таки глубже копаться в фундаментальном фоне. И смотреть на то, что с этим активом может произойти не через неделю, а через две. А уже ближе к концу года, когда состоится заключительное заседание Федеризерва в этом году декабрьское. И когда ФРС с большой долей вероятности снова повысит процентную ставку. Пожалуй, я отношусь к тем трейдерам, которые сегодня ждут тоже нонфармы. Но независимо от характера цифр, я прогнозирую, что все равно индекс доллара может получить поддержку. И ранее я уже касался такой точки зрения и пытался объяснить вам, с чем это связано. Повторяю, что если выйдут хорошие цифры, значит ФРС точно будет более решительно повышать ставку. Если выйдут плохие цифры, ФРС будет решительно повышать ставки. Ну, может быть, не так активно, но все равно будет. Потому что слабый отчет по рынку труда может стать доказательством того, что инфляция все-таки оказывает куда более деструктивное воздействие на экономику. И, конечно же, нужно эту проблему искоренять, эту проблему решать. Как решать, вы знаете. Через коррекцию процентных ставок. Поэтому я рассчитываю на то, что в сегодняшний день индекс доллара завершит в районе локальных недельных максимумов. Это около 106.50. И получит импульс для дальнейшего восходящего движения. Если это не произойдет, я не расстроюсь, друзья. Потому что очень скоро не успеем глазом макнуть, как подступит сентябрьское заседание федеризирует. И там ставку повысит. И это точно освежит в памяти те идеи, которые мы ранее транслировали, которые должны быть очевидными у тех трейдеров, которые еще отказываются покупать индекс доллара. И приток новой силы, нового капитала встанет причиной дальнейшего роста американской валюты. С федеризируем разобрались. Мы долго уже обсуждали политику. Мы говорили об итогах заседания американского регулятора. Сейчас есть очень хорошая возможность снова сфокусироваться на комментариях представителей американского регулятора. Голосующих членов, имеющих отношение к управляющему совету. Это люди, которые ответственны как раз за принятие решения. Вчера буквально касались комментариев главы ФРБ Чикаго Эванса и главы Кливленда Лоретты Мейстер. В ходе вчерашнего вечера были выступления главы Ричмонда Баркинга и главы Сент-Люиса Джеймса Булларда. Буллард, пожалуй, нам известен по более чем прочим представителям американского регулятора. Потому что Буллард реальнейший авторитет среди всего монетарного руководства. И его точка зрения, его позиция к ней прислушиваются. Поэтому если Джеймс Буллард абсолютно уверен, что ставка американского регулятора к концу этого года достигнет 4%, я думаю, что мы можем ориентироваться примерно на такой же показатель. А если так, то нужно подключать логику и просто элементарную экономическую теорию, которая говорит, что если растут процентные ставки, растет доходность американского рынка долга, казначейских облигаций, трежерис, а за трежерис уже растет и доллар. Не может быть другого. Не может трежерис не расти, если повышается процентная ставка. Если 10-летний трежерис превысит 3-3,5%, то, конечно же, доллар получит еще большую поддержку. Вот на это я и рекомендую сейчас ставить. Нас убеждает в том, что в сентябре ставку повысит. Но зачем нас убеждать? Мы это и так знаем. Поэтому остается только в прямом смысле немного расслабиться и ждать, когда достаточная сила накопится в длинных позициях, и этот спекулятивный лонг реализуется в конкретный рост. По другим активам евро доллар 1.02.34, несмотря на коррекцию, которую мы наблюдали в рамках вчерашнего дня, потенциал для снижения все еще сохраняется. Статистика, я ее разбирал накануне. Нарочные продажи Германии, еврозоны, индексы PMI, индексы бизнеса, оптимизма, прогнозы экономического роста. Это все нам известно на основании вот такого общего эффекта от релизов, которые выходили в последние недели. Евро остается аутсайдером, потому что стоит за экономикой аутсайдером. И если, опять же, вспомнить и вернуться к теме аналитического кризиса, который, скорее всего, к сожалению, реализуется в рамках отношений Европы и России и приведет к тому, что полностью будут прекращены поставки газа, напоминаю, что реально истинные такие тяжелые времена для Европы, они еще впереди. Поэтому импоритет остается прежней импоритетной целью. Доллар канадец. Сегодня обращаю ваше внимание на эту валютную пару, потому что сегодня выйдет отчет по рынку труда Канады тоже. Данные по рынку труда, по прогнозам, опять же, сегодня, скорее всего, цифры будут плохими. 5,1% рост безработицы с уровня 4,9%. Общее количество новых рабочих мест будет в районе 20 тысяч. Конечно же, смешной показатель. И на этом фоне, собственно, канадский доллар может оказаться под давлением. Еще сейчас рынок нефти снижается, из которого мы вышли и правильно сделали. Друзья, нужно дождаться все-таки восстановления котировок бренда выше 100 долларов за баррель. Пока о лангах говорить не нужно. Канада, если сравнивать ситуацию на рынке нефти, нефть – главный экспортный ресурс. Соответственно, снижение динамики черного золота, нисходящая динамика – это равно негативный эффект на показатели торгового баланса Канады и фактор снижения, разумеется, канадской валюты. Поэтому в рамках текущей торговой сессии с уровня 1.2867 я рекомендую ставить на тест сопротивление 1.30. Кстати, по поводу американского рынка труда, сегодня ожидаются также плохие цифры. 250 тысяч новых рабочих мест с 372 тысяч, которые мы видели два месяца назад. Уровень безработицы останется на прежней отметке 3.6%. Волатильность, как первая реакция, точно последует, но, как я уже отметил в начале своего выступления, независимо от характера цифры, я все равно ожидаю поддержки для индекса доллара. Золото – 1791. Доллар за тройскую унцию. Наша цель была 1800. Вчера почти до нее добрались. 1794 был максимум, но не вечер еще. Я думаю, что 1800-1830 – это то, что мы увидим уже к концу текущей торговой сессии. Золото получает поддержку на фоне растущих опасений относительно мировой экономической сессии. Золото еще резонирует от визита Нэнси Белоси на Тайвань, который, разумеется, повысил геополитическую напряженность в регионе и значительно ухудшил отношения, американо-китайские отношения. Собственно, вчера Китай уже сообщил о том, что они отказались и передумали строить завод по производству аккумуляторов в США стоимостью в 5 миллиардов долларов. Я думаю, что это только лишь цветочки, ягодки будут впереди, отношения точно станут еще хуже. И на рынке появится, в мировой экономике появится еще один очаг такой экономической неопределенности, который будет способствовать росту цен на рынок, на активы, рынка драгоценных металлов. И британская валюта 1,2138 рассчитывали, друзья, вчера на то, что британская валюта вырастет. По факту решение по ставке фунт провалился и сейчас, по сути, вернулся к тем уровням, с которых это снижение и началось. Я рекомендую позицию по фунту закрыть, потому что Банк Англии, если он хотел до невозможности напугать общественность, и потребителей, граждан, домохозяйства, англичан, он это сделал, друзья. Потому что, судите сами, по прогнозу Банка Англии, инфляция в Англии в октябре уже достигнет 13,3%. Экономика просядет к концу этого года больше, чем на 2,5%. Будут стремительным образом сокращаться сбережения, а темпы снижения доходов британцев станут самыми значительными за все время наблюдения за статистикой. И, конечно же, это очень сильно испугал инвесторов, став причиной тех распадавшего фунта, которые мы видели. Сегодня, как я уже отметил, я пока не строю прогнозы, потому что будет с фунтом. У нас есть европейская валюта, риск, который мы шортим. Поэтому давайте пока сфокусируемся на тех инструментах, которые я перечислил. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok